Ледяной дождь и мокрый снег прошел этой ночью в Подмосковье. В связи с погодными условиями оперативные службы в регионе перевели в режим повышенной готовности. Работники Раменского ДРСУ с 10 вечера были на готове. 9 единиц у нас техники начали обрабатывать дороги. Но так как идет дождь и вот соль со временем растворяется и вот как бы уходит, перестает работать, нам приходится повторять эти обработки. Поэтому здесь, значит, работали две смены. Одна смена работала с 10 до 5 утра, а вторая смена после уже 5 утра продолжали эту обработку. Потому что одной обработкой не обойдешься. То есть обработал и пошел, ну как бы там, да. А приходится повторять, по мере как посадки продолжаются, приходится обрабатывать. Мобильные бригады основную обработку на дорогах и тротуарах в Раменском к 12 дня закончили. Рабочие на автобусных остановках посыпали песко-соляной смесью и посадочной площадки. Работают 6 мобильных бригад, которые, ну это, как правило, какой-нибудь погрузчик и 2 человека посыпают. И 3 единицы техники специально для тротуаров и 2 машины еще, которые могут на широких тротуарах работать. Ну, в общем-то, получается, сейчас в данный момент в городе работает 12 бригад, так скажем, мобильных, которые сами самостоятельно обрабатывают тротуары. В автопарке Раменского-Дырсу находится 32 единицы техники. Это погрузчики, комбинированные дорожные машины и пескоразбрасыватели. В обслуживании управления находятся все муниципальные дороги Раменского округа. В том числе мы работаем и по городским дорогам, то есть округам, то есть муниципальным дорогам. Есть у нас еще дороги, которые находятся на оперативном управлении Мосавтодора. То есть у нас еще такие дороги есть, то есть часть муниципальных, то есть практически все дороги находятся у нас на обслуживании. За исключением внутриквартальных дорог. То есть мы не обслуживаем только внутриквартальные дороги. Игорь Чернышев, Алена Иванова, Егор Кабанов для программ Городские вести.